Всем привет! Мы снова оказались в Ораве, и мы снова едем в национальный парк Линнансари. Как вы помните, мы туда ездили, точнее, ходили пешком по льду саймы зимой и не дошли. Сегодня мы едем туда на два дня с ночевкой, и мы будем добираться до острова на лодке. Билет на лодку стоит 9,50 в одну сторону, туда-обратно 19. Заплатить можно прямо на ресепшн здесь с карточки. Ну, либо можно купить здесь один билет в одну сторону, а билет в другую сторону купить уже на острове. Туда можно с собаками, как на лодку, так и на остров. Но, как вы помните, в Финляндии в национальных парках, если не помните, я вам сейчас об этом скажу, собаки должны быть на поводке. Можно без наморника, но обязательно поводок. Вот. Ну и что еще из организаторского? Жить можно в палатке, в Лааву и, собственно, в домике. Мы забронировали домик на четверых, стоит 55 евро за ночь. Я это вам все покажу, расскажу. Еще хочется сказать про парковку. Если вы клиенты вот этого, значит, Сайма Холидейс, то парковка бесплатная. Вы можете здесь оставлять машину, а клиента вы можете стать, арендовав любую вещь. Не обязательно покупать домик, как мы. Можно просто арендовать что-то и все, и тогда машина может стоять бесплатно. В противном случае парковка платная. Короче, ребята, как вы помните, зимой здесь можно было арендовать лыжи, снегоступы, коньки и еще всякую такую шнягу для прогулки по льду. А сейчас здесь можно арендовать всю туристическую снарягу. Если у вас что-то нет, вы хотите остаться ночевать не в домиках. Также всякие жилеты, каяки и, в общем, все для летнего отдыха. Это очень круто. Это, ну, конечно, так себе. 55 евро, по-моему, стоит каяк, 10 евро где-то спальник, палатка. Ну, вот примерно так. Вот. Но, в принципе, это реально, если вы приехали и у вас ничего нет, и вы решили остаться. Даже можно вот куртки арендовать. Лодка на остров есть в 9.30 утра, в 12.30 и в 15.30. Мы опоздали на первые две, поэтому сейчас мы уезжаем на последнюю лодку. Ура! Уравин лосьи. А, лосьи? Лосьи. Уравин лосьи. Загружайте. А мы, знаете ли, блогеры. Блогеры. Да. У тебя, у тебя застежка и зиповская. Ну, в смысле, это... Че? Че, че? Че, не работает? Нет, подожди, у тебя застежка такая. Да. Ну, крутые же жилеты. Нет, цвет серый больше идет. Блин, а мне вот этот больше нравится. Красная. Его будет на воде заметнее всего. С воздуха, с вертолета. Первую спасу. Да. А ты можешь где-то не там и не там. Ну, как-то тут просто удышается. Удышается, что он все получал. Надо отдавать. Ммм. А нас не спросили, куда он был. А билетики. И билетики. Билетики. Если вернусь. А может быть и нет. А может быть и нет. Все-таки стали вдруг пессимистами. Куда мы едем? Эй, капитан, куда мы едем? Ось, ваше впечатление? Короче, собакам ничего не надо. Ни жилета, ни билета, ни намордника. Главное, чтобы не обкакались тут от страха. Ну, я что хочу сказать. Обязательно капюшон. И непромокаемые штанишки. И собачки? Снаружи, снаружи непромокаемые. Для чего собачки? Собачки жилет, потому что, ну, ему страшно. Вот. Ну, у нас бесстрашно, капитан. Уже сто тысяч раз такое делал. Блин, давай вот так. Вот так. Мы забукали домик. Ключи, получается, вот тут вот. Нужно получить вот в этом кафе. Ну, а если вы выбрали палатку, вы платите 10 евро за каждую палатку и ставите прямо вот на этой поляне, которая возле пирса. Ну, и что, как домишка? Вам поди ключ еще нужен? Нет, зачем? Она волшебная. Вот почему-то нам не дала его, да? Конечно, ради кадра хорошего. Блин, немножко хреново видно, потому что тут все нейчерал, нет освещения. Но вот у нас такой вот совсем уже тут от входа домик. Две двухъярусные кровати, окошко и наша куча еды на ней. Очень коротко про туалеты в парке. Они био. Сюда дела. Отсюда зола и уголь. Присыпается все. Всегда есть туалетная бумага. Вот. Короче, в парке нет душа. Зато здесь есть сауна. И еще здесь есть колонка с водой. Но воду нужно кипятить. А вот тут летняя кухня. Здесь есть, короче, открытая вот такая вот кухня с традиционным там печкой, грилем. А есть еще... А есть еще вот такая вот... Где тут вход? А, да. О, да. На этой кухне есть такая вот плита. Помыть там можно посуду. Лавочки. И главное, крыша над головой. А вот там вот можно поесть на улице. Да. И вот рядом с кухней есть колонка с водой. Вот. Что тут еще есть? Лампочка. Посуда. Посуда холодная, которая, кстати... Да. Посуда. Ковшик. Ой. А, здесь туда. А вот тут можно на открытом огне пожарить. И он будет такой смог получиться. Вот. Вот так вот. Комаров тут до дури. Вот такая штука стоит в местном кафе пять с половиной евро. Дешевле припереть из дома. Как и все финские парки, этот тоже имеет маркированные тропки. И здесь они отмечены оранжевым кружочком. Заблудиться, естественно, невозможно. Потому что других троп, по большому счету, здесь нет. И вешки видны. Ну, короче говоря, на каждом разветвлении. Хотя, конечно же, была у нас такая история, когда мы немножко блуданули в другом парке. Вот. Но здесь, в принципе, вообще одна тропа. Ну, если так по-хорошему, их вообще-то три. Но именно в этом парке они такие. Одна, как обычно, ознакомительная, природная полтора километра. И две другие. Это либо сокращенный вариант на пять километров, либо полный вариант на семь километров. Мы вот сейчас идем по большому кругу. И, думаю, маленькие нам вряд ли будут интереснее. Не бойся. Ты там снимаешь опять? Приветики. Что же опять? Я вообще что-нибудь другое делаю в последние дни. Крышка тянет. Недалеко от единственного места, где можно ставить бесплатно палатки в этом парке, есть вот такой вот чудесный заливчик с песчаным дном и пляжиком. Но костры здесь жечь нельзя. Потому что место для костра есть только наверху. Единственное место, которое есть с бесплатной стоянкой, для палаток в парке. Оно одно. И здесь нет убежища, лаву. Ай, собака запуталась. Опа! Но здесь есть дрова и причал для лодок. Вот. И, кстати, есть гостевая книга. Ну-ка посмотрим. Посмотрим, когда там были последние русские. И тоже, кстати, запишемся. Это очень крутая тема. Фины, финны, финны. Фины, финны, финны. Знаю, русских давно не было. А вот такая неожиданная дорожка. Хоп! И по полю. Хотя здесь, возможно, очень сыро. Вот тут какой-то разрушенный домик даже есть. Ну, в основном дорожки в парке – это обычная карельская природа. И еще, когда спускаешься в низинку, очень много сырого. Вот. И еще здесь есть лосиные какашки. Что они делают на острове? Причем какашки свежие. Вообще непонятно. И присутствие лосей меня с детства настораживает в лесу. Доброе утречко из парка Линансари. У нас вот так вот здесь солнечно сегодня. И в парке есть кафе, здесь продают кофе. Как дорого. 3 евро аж стоит. Я, короче, харотенечко хочу рассказать про парк. Сегодня, выспавшись, мое мнение кардинально не изменилось. Но все-таки оно немножко поменялось. В целом парк мне понравился. Но он имеет ряд своих... Ай! Оси-то боится пирсов вообще. Воды боится, как вы помните. В общем, парк этот водный, больше я бы сказала. Здесь нужно приезжать, брать каноэ и кататься по близлежащим островам. Как пеший он... Здесь всего лишь одна дорожка. Ну, условно. Она как бы 7 километров. В принципе, можно ее пройти 5-километровую. Есть еще там километровая тропа. Все. Не самый интересный вид. Но с точки зрения комфортного размещения, этот парк пока единственный из тех, где я была. Где есть домики, где есть сауна, кафе. То есть вы можете здесь вполне комфортно останавливаться. И народу здесь, ну, вообще не очень много. Игр outras pinки. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok